Здарова! Это обзор AtmaPork, я Трэш, и сегодня мы узнаем, что же интересного нас ждет на платформе Android. Don't Starve Pocket Edition один из самых долгожданных портов на Android. Игра по сей день насчитывает миллионы игроков и не теряет своей актуальности. Релиз игры уже посетил платформу iOS, а вот точную дату выхода игры на Android компания Kly Entertainment пока замалчивает. Кто же не слышал про этот великолепный и стильный рогалик с выживанием? Полный сюрпризов и загадок. Вскоре ты сможешь помогать Уильсону прямо на своем устройстве. Здесь есть все, что мы так ценим и любим в оригинальной версии. Гиганты, порталы и подземелья. Не обошлось и без минусов. На iOS игра весьма плохо оптимизирована, но будем надеяться, что этот недостаток обойдет Android-версию стороной. А вот с управлением прямо-таки беда. На устройствах меньше 7 дюймов будут трудности в попадании по иконкам. Уже на днях компания Warner Bros. должна закончить бета-тестирование своей новой игры, основанной на комиксах DC. Под названием Batman Arkham Underworld. Над игрой работала компания Turbine, известная по таким проектам, как Dungeon & Dragons и The Lord of the Rings Online. Так что нас ждет отличная стратегия с элементами RPG. В игре вы возьмете на себя роль криминального авторитета Двуликова и будете завоевывать улицы Готэма. Вы сможете поиграть с самыми культовыми злодеями серии Arkham. Мистер Фрис, Загадочник, Харли Куин, Убийца Крок и Пугало будут помогать вам грабить и убивать невинных жителей Готэма. Каждый герой обладает пятью уникальными способностями по принципу мобы. От вас же потребуется, как и в любой другой стратегии, грамотное управление помощниками и основным героем. На днях платформа Android должна посетить третья часть знаменитой серии космических симуляторов Galaxy on Fire под названием Montycore. Как утверждают сами разработчики, третья часть будет существенно отличаться от предшественников. И по всей видимости, это заявление касается не только графики. В новой части действия разворачиваются в секторе Neax, наполненном наемниками и другими гнусными личностями. На сей раз вместо линейного сюжета, как это было ранее, вы создадите своего героя и проведете его по разветвленному пути. Главным нововведением станет смена однопользовательского режима на мультиплеер с тысячами геймеров, с которыми вы сможете вести торговлю, сражения или поддерживать друг друга в бою. THQ перенесла дату релиза Titan Quest на Android с 19 мая до хрен знает когда. Разработчики уверяют, что порт полностью закончен, и им осталось только пофиксить производительность игры. В любом случае, Titan Quest должна стать топовой RPG на Android, так как полноценный сюжетный RPG на 60 часов в ближайшее время не намечается. 10 лет прошло со дня выхода Titan Quest на ПК. И вот уже скоро мы сможем пройти любимый RPG на Android. Вас ждет широкий ассортимент добычи, оружия, оснащения и около тысячи полезных предметов. Также ожидаются пополнения в заданиях и навыках. А самое главное это то, что управление и графика подверглись переработке. Так что геймплей заиграл новыми красками и сможет подарить много новых ощущений. Вот только мультиплеера в ней больше не будет, что для многих может оказаться существенным минусом. Ну и главная новость для тех, кто в танке. Студия 505 Games совместно с Starbreeze занимается полноценным портированием первой части Payday на Android. Игра должна увидеть свет в конце года, и по всей видимости будет иметь множество нововведений. Портирование уже идет полным ходом, и скорее всего игра будет отлично оптимизирована для мультиплеерных сражений. Starbreeze пригласила для работы над портом разработчиков из Simun, известных нам по довольно успешным Uber Strike и Bullet Rush. Будет ли возможность играть с ПК игроками пока неизвестно, но в любом случае Payday должна стать лучшим многопользовательским кооперативным шутером на рынке мобильных игр. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно, и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...